Здарова, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим очередной спидран от Нарицы про Plants vs. Zombies. Да, мы в них играли. Мы прошли полностью первую часть, поэтому мы знаем, где картошка, а где орех. Мы отличаем, хотя все равно называем картошку орехом. Поехали! Привет, ребятки! Среди множества самых разных спидранов, про которые я уже успел рассказать за три года, есть одна незаслуженная забытая тема. Тут тоже будут гличи. Аркадные игры. Или что? А ведь среди них можно найти реально интересные спидраны. Поэтому сегодня решил сделать разбор оригинальной Plants vs. Zombies, которая является скорее сложной стратегией, нежели чем легкой аркадой. Мировой рекорд со временем 3 часа 17 минут 41 секунду удерживает китайский раннер под ником... Три часа играть. Мыгза? Я, честно, даже не знаю, как правильно читать его ник. Однако, именно он активно участвовал в развитии спидрана с 2018 года и сумел сократить время на целых 17 секунд. Все благодаря актуальным стратегиям, что выработало сообщество Plants vs. Zombies совсем нет гличей. А с каждым уровнем слезы еще возрастает многократно, из-за чего приходится искать лучшие тактики прохождения. Да, ты чисто на тактику, видишь? Ну, прямо как в настольных играх. Найца! Таймер стартует ровно в тот момент, когда игрок устанавливает первое растение. Все, погнали. И здесь же начинаются обучающие уровни. А еще долго это все ждать, пока накликаешь. Он просто будет устанавливать горохострелы и ждать, когда все зомби кончатся, чтобы получить подсолну. И вот он уже считается базой всего пробега. И раннер будет стараться всегда устанавливать как можно больше подсолнухов. О, вижу, как он ставит. Сразу подсолнухи? Нет, я тоже так делала, сразу подсолнухи. Но в чем фишка? Я ставила не так, вот в три ряда по горизонтали, а в три ряда по вертикали. То есть возле газонокосилки, потом вот так, вот так. А он ставит вот так, получается, по горизонтали. Для фарма местной валюты. Солнце. Особенно в начале задания. Вот только переборачивать не стоит, поэтому он ориентируется на количество волн противников. Если будет одна пачка, то ставит максимум 10 подсолнухов. И на каждую дополнительную еще до 5 растений. На самом деле их может быть и меньше, и больше, но это средние значения, на которые принято ориентироваться. После прохождения второй миссии игрок получит вишневую бомбу. Тоже очень полезную штуку. Она классная. Которая взрывается в области 3 на 3 клетки и мигом уничтожает большие группы зомби. Именно взрывающаяся зелень позволяет серьезно срезать время. Ведь не нужно ждать, когда горохострелы уничтожают всех врагов на пути. Чтобы посолнышек было много. И мигом взорвать ее. Сюда. Это на самом деле касается одной глобальной механики. Информацию о которой удалось узнать после анализа файлов. В сообществе спидраннеров ее назвали правило 50%. Если вы играли в плэнс версус зомбис, то должны были заметить, что зомби спавнится неравномерно. И кажется, будто это зависит от случайности. Однако спидраннеры научились манипулировать данным процессом. Ведь спавн противников привязан к действиям раннера. А если говорить точнее, то к урону, который он наносит по каждой отдельной пачке зомби. Это не самый очевидный момент. А как работает это интересно? Но каждая партия врагов имеет общую полоску здоровья. И когда он опускает эту полоску до 35-50%, появляется новая волна. Более того, данная механика даже позволила узнать, какие именно зомби пойдут следующими. Ого, виды зомби можно определить. Можно выцеливать наиболее живучих и сразу уничтожать их при помощи растений, что бьют в одну цель. Типа картофельной мины или зубастика, которых выдают по мере прохождения первого мира. Тем самым игрок провоцирует появление новых врагов. Именно правило 50% является основой всего... Так а как оно работает, получается? Тебе нужно что? Короче... Не доводи до 50% или наоборот, доводи до 50% и убивать самых сильных. Доводи до 50% и так как здесь до 50% то здесь пойдут еще зомби по этой волне. И пойдут самые сильные. Значит ставить вот эти вот типа зубастика, которые самых таких геморройных пожрут сразу быстро. И все. Кстати, мину я никогда не использовала. Вот только для его использования не всегда надо ставить зелень. Например, на некоторых уровнях можно заметить, что раннер специально пропускает противников на газонокосилку. Потому что таким образом получится бесплатно и быстро зачистить всю линию. А если еще и правильно рассчитать место, откуда появится большая волна, то можно нанести достаточно урона, чтобы спровоцировать спавн следующей пачки. Правда вот для того, чтобы сдерживать врага на линии, иногда приходится пожертвовать рассадой. Например, тем же стенорехом. А когда на линию заходят сильные зомби, можно выкопать орех и пустить газонокосилку. Собственно, именно поэтому я и сказал, что данный спидран по сложности напоминает какую-нибудь стратегию, а не аркадную игру. И необходимо в уме подсчитывать примерно количество нанесенного урона, прикидывать вероятности появления сильных противников. И правильно высаживать растения. Да, все, мозг кипит быстрее. Но все становится по-настоящему сложно, когда игра дает возможность менять растительность с лотой. А, да, да, да. Потому что для прохождения... Слушай, а у нас всегда были с тобой самые любимые чуваки? И мы обычно всегда один и тот же сет брали. Мы просто... Картошка? Нет, орех. Мину картофель я никогда не брала, мне что-то она не нравилась. Хотя она дешевая, 25. Вот зубастик я брала, да, он прикольный как-то получался. И двойной горошек крутой. А там был потом еще тройной горошек, который прям кучу горошков сразу помнишь? Как ты в разнобойки стрелял. Да, еще вот там по нескольким линиям. По одной, по второй или по трем вообще. Вот этот сет крутой, да. Ну и солнышки всегда надо брать. И вишню типа. Не знаю, мы как-то один и тот же сет. Мы пробовали новых, которые нам давали растения? Ну это привычный, типа. Да, они такие... Научились одним играть и играть. Нам не понравилось, берем другое. Старое. Потребуется свой особенный набор. А значит, раннер может применять разные тактики. Причем в первом мире зелени не так много, из-за чего его можно пройти довольно легко при помощи ранее перечисленных стратегий. А вот во втором мире начинается настоящая игра. Хотя прежде чем перейти к нему, нужно обязательно рассказать про уровни с конвейерной лентой. В отличие от остальных, здесь не нужно набивать солнце для покупки насаждений. Так это же просто на бонусы, нет? Эта игра использует заранее выбранный набор, что появляется в случайном порядке. Да, просто тыкаешь, тыкаешь, тыкаешь. Однако все растения одинаково полезны с нынешними тактиками. Так что игрок будет специально накапливать бесполезную зелень. Ведь когда на ленте находится больше трех одинаковых карточек, шанс, что вылезет точно такой же росток становится намного меньше. Ааа! Поэтому, да, пикол, шанс. Проходить задание применяют только необходимые. Да, вишню тратишь, и ее потом будет больше. Скоро грибочки. Благо, в арсенал добавляют пуф-грибы. Они довольно слабые и имеют ограниченный радиус действия. Они бесплатные, это главное. Да. Они бесплатные. А значит, игрок будет выставлять их с заградительным рядом, пока не соберет нужное количество посылок. Их жалко больше всего, их используют просто как расходный материал. Они такие маленькие, такие нектемненькие. И еще бесплатные, их просто все сжирают сразу же. Солнце на дорогие растения, что пригодятся для уничтожения живучих зомби. По мере прохождения уровней он будет получать другие виды зелени, что лучше подходит для ночных миссий. Как, например, солнце гриб, который сначала дает только 15 очков, но со временем разгоняется до 25, прямо как подсолнух. Поэтому будет высаживать в среднем 15-20 штук, чтобы компенсировать медленный разгон. Зато под конец задания, когда будут идти действительно большие волны врагов, у него накопится достаточно солнца, чтобы просто спамить мощными растениями. Типа того же гриба судьбы, который испепеляет зомби в радиусе 5 на 3 клетки. Хотя, даже несмотря на то, что в арсенале появляются новые насаждения, общая тактика становится немного сложнее по сравнению с первым миром. Там еще надгробия потому что есть, да. Ведь теперь на газоне спавнятся надгробия, из которых в конце рождения вылезают дополнительные шаги. Они, во-первых, на эту клетку не заставить растения, потому что она занята. Во-вторых, оттуда зомби вылазят, и они еще быстрее идут. Получается, там еда, есть такая штука, растение такое, типа пожиратель могил, вот этих вот надгробий, чтобы она уничтожила. Фонар вынужден выставлять растения в зависимости от условного показателя опасности. Чем больше надгробий стоит на одной линии, тем сложнее ситуация будет в будущем. А значит, нужно либо уничтожить надгробие при помощи могильного разрушителя, либо рассчитывать тактику таким образом, чтобы взорвать большую волну бомбами. Честно признаюсь, тут нет гарантированно правильного решения. Да, еще был Майкл Джексон, шестая версия. Газанокосилочка. Что нужно анализировать происходящее и ориентироваться по ситуации. Тем не менее, способ облегчить прохождение предоставляет сама игра. Ведь именно во втором мире начинают выпадать деньги, за которые можно покупать полезные вещи в магазине. А, да, да, мы покупали что-то. Многие виды растений, что будут растить в большому количеству зомби. Мы двойное солнышко брали. Чтобы можно было брать на задание больше зелени. А еще грабли, которые выступают в роли этакой ловушки в начале уровня. Однако, все это по большей части касается уже следующих миров. Поэтому давайте посмотрим, что там происходит. Третий мир представляет из себя бассейн на заднем дворе дома. Кувшиночки. Который занимает две полосы посередине. Он туда прям поставил, чтобы их просто сожрали. Необходимо использовать кувшинки, чтобы ставить на воду растения. В целом, тактика мало чем отличается от первого мира. Можно просто высаживать клеем больше подсолнухов в начале миссии. А затем делать заградительную линию из горохострелов. И, конечно же, применять специфические насаждения для уничтожения особенно сильных врагов. Например, чтобы заставить плавающих зомби вылезти из воды, раннер будет использовать водоросли. А, это классная, кстати, мне нравится, да. А вот ледовый комбайн можно уничтожить при помощи кабачка. Главная сложность заключается в том, что с каждым уровнем противников становится прям дофигища. Поэтому данный мир считается самым длинным во всем спидране. Целых 52 минуты. Прикинь, сколько надо на водяном играть. А, это с туманом, да. И это несмотря на то, что разработчики добавили сложности в виде надвигающегося тумана, который закрывает все больше клеток с каждым новым заданием. Но, как вы понимаете, для игрока это неправильно. На первом уровне он просто высаживает расследующий журнад. А потом получает светильник, что развеивает мглу. Кстати, походу вообще не пользовались ни разу. Единственное сложности есть только на 10-й миссии, когда начинается дождь. А разглядеть происходящее можно только во вспышках пола. А, я помню, когда конвейер идет. Хорошо, что это очередной уровень с конвейерной лентой, где выдают лучшую комбинацию растений. Гриб-магнит, который притягивает все металлические объекты, и тем самым обезоруживает зомби. А еще звезда-фрукт, что стреляет вокруг себя. Если поставить несколько передов таких растений, можно не беспокоиться о прохождении. Враги просто не смогут добраться через такой плотный огонь. После этого начинается миссия на крыше дома. С кривой, она же кривая, видишь? Да, да, да. Потому что здесь нельзя просто так высаживать зелень. Надо обязательно установить горшок. Более того... А еще похитители есть. Из-за наклона крыши стреляющие растения придется высаживать как можно ближе к месту появления зомби. Да. Иначе снаряды... А еще, получается, нужно вот эту капустку усадить, потому что она как-то по территории в бок кидает, а горошка стрелы не пойдет, потому что они как-то прямо... Он ворует только солнце? Нет, рандомное растение. А цель появляется на растении, и он то и крадет. Будут врезаться в крышу, не долетая до противников. И если поначалу здесь вполне работает стратегия с горохострелами и выцеливанием самых сильных зомби. Вот, видишь, все подряд ворует. Но после третьего уровня, когда раннер получает кофейный боб, он сможет сменить тактику на более рискованную и эффективную. А мы вообще с тобой его не использовали. Для этого он заходит в магазин и покупает там мраку гриб. Вот только использовать его просто так не получится, потому что все грибы спят в дневное время. Ну да. И как раз для этого нужно применить кофейный боб, который его разбудит. В общей сложности только посадка и пробуждение одного такого гриба обойдется в 325 очков. Дорого. Хотя эффективность мрака гриба настолько высока, что на всех следующих заданиях игрок будет выставлять его как можно ближе к точке пиле. А, слушай, он уже хорошо уничтожает, видишь? Чтобы уничтожать все волны, мы подходим. Да, 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 офигеть. Но когда получат чеснок, то будет просто отпугивать зомби с одной линии на другую, прямо под мрак грибы. Подожди, а были ли такие вообще растения? Я не помню. А, чеснок. Я когда играла, я не помню, чтобы был чеснок. Это же прикольно. И чтобы был много гриб. Ты реально много или нет, помнишь? Да, ты пошел туда вот под этот гриб, да, и он... Слушай, а я не помню, чтобы... Нифигай себе. Ты помнишь еще, чтобы у нас был чеснок? Нет, нет. Ну, у нас же версия Майкла Джексона не была зомби, он уже была какая-то пофиксенная. Это может старая версия, а потом мы убрали. Я не знаю, может и кофейное зернышко я не видела. Потом что-то имба. К сожалению, данная стратегия перестает работать на девятом уровне, потому что здесь очень много противников с металлическими предметами. И как бы не хотелось использовать чеснок, его придется поменять на гриб-магнит. Просто для того, чтобы быстро уничтожать врагов, и срабатывало правило 50%, ведь это основа спидрана. Но ничто не мешает раннеру в очередной раз поставить заградительный ряд из мрака грибов. Просто это будет дороже, чем с чесноком. А еще придется внимательно следить за тем, какие подсолнухи похищают зомби на тарзанке. Да, нужно же досаживать, получается. И быстро высаживать новые. Иначе не хватит солнца на защиту. Ну а затем идет финальная миссия. Битва против доктора Зомбаса и его робота. А вот только здесь игрок будет ограничен в действии, потому что это снова уровень с конвейерной лентой. Хотя сообществу удалось отыскать наиболее подходящую тактику. Когда робот будет ставить мелких врагов на крышу, раннер сразу же напротив них выставляет катапульты. А когда сам доктор спустится вниз, Да, да, был, 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 помню. Будет ставить ледогриб, чтобы заморозить его. И наносить урон при помощи перца халапеньо. Кстати, два последних растений также можно использовать против других. Он, короче, получается, по линии просто все выжигает. Как газонокосилка. Особо живучих зомби, типа гаргантюа. Иначе они быстро дойдут до горшков и все сломают. В общем-то, по сравнению со всем предыдущим миром, данное задание не такое сложное. Здесь нужно просто отслеживать тайминги появления врагов и правильно распределять ресурсы. Благодаря чему расправиться с боссом можно всего за три цикла. И это мировой рекорд. 3 часа 17 минут. Кажется, такая игра небольшая. А тут, что гличей нету. Потому что, честно, на тактику, да. Я рекомендую посмотреть лично по ссылке в описании. Скоро увидимся. Короче, у нас вообще не такая была тактика, потому что мне как-то жалко было... У меня была тактика защищать солнышки любой ценой. То есть, типа, они тебе дают деньги, да, ну, чтобы сцедить другие растения. Мы с тобой всегда максимально старались сохранить все солнышки, я помню. И горошки. А еще жалко было взрывать, наверное. Потому что ты разрываешь, и он исчезает. А так ты можешь поставить горох, и он постоянно стреляет. Я больше всего, чаще всего, короче, использовала какую тактику до первого уровня. Ставила, короче, орех. Ну, который как картошка выглядит. Там еще двойной. А пока они его жрут, мне, конечно, было его жалко. Горошка вставлю побольше. Они, короче, расстреливают из-за ореха, а солнышки там фотосинтезируют вовсю. Я только так ставила. А когда уже их дохренели он, тогда уже, да, использовала типа вишню, там, или перчик, колопень, просто их всех выжигала, и все, вот так вот, обесходности. Еще мне раз эта водяная колючка, которая хватала и водяного оттянула с собой, потому что были сложные, помню, зомби, вроде с дельфинами, их так сложно убить. А, короче, колючка это как-то быстро вытягивает. Но вообще игра прикольная, на самом деле. Да, она такая, знаешь, тебе нужно все время концентрироваться и много действий контролировать. То есть, типа, чтобы солнышко тут не пропало, вот это сожрали, вот то поставили, туда-сюда, и постоянно постоянно как-то быть немного в таком напряжении. Первое уровень чулайтовая. А потом в конце, когда много всего, когда крыша кривая, там уже ого, ого-го там. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор.